Приветствую вас, друзья! Мы собрались здесь с вами для того, чтобы обговорить международные события, важные события, и немного их проанализировать, потому что это тоже важно. Ну, во-первых, все еще мы топчемся вокруг сообщений о том, что страны НАТО могут отправить помощь в Украину, помощь в виде солдат. И все это сейчас обжевывается, и все это сейчас комментируется, и все высказывают свои собственные мнения. Ну, во всяком случае, четыре страны точно сказали, что они готовы отправлять своих солдат. Конечно же, не для того, чтобы участвовать в боевых действиях непосредственно. Но ведь как можно присутствовать на территории страны и не участвовать в боевых действиях, спросите вы? Это на самом деле очень просто. Издание Le Monde опубликовало еще одну статью, посвященную словам Эммануэля Макрона о том, что он хочет отправить ограниченный, пусть даже ограниченный, но контингент в Украину. Пусть этот контингент будет состоять из сил спецопераций или каких-то подобных частей, но это должно создать такой себе, такую стратегическую дилемму для России. То есть там, в России, должны будут увидеть этих французских солдат и не понять, стрелять по ним, не стрелять по ним. Они должны будут занять какую-то определенную территорию. Ну, скажем, условно, они будут охранять Ровенскую атомную электростанцию. И Россия, в принципе, теоретически, ну, наверное, не сможет нанести удар, даже если захочет, по Ровенской атомной электростанции, потому что тогда это будет удар по французской армии. Но вряд ли такое сможет случиться, потому что для того, чтобы позвать армию чужую на территорию Украины, нужно пройти несколько этапов. Один из таких этапов – это голосование в Верховной Раде Украины. Я не знаю, может быть, это меняется для военного времени, порядок утверждения, присутствие чужой армии на территории Украины, но пока так. Кроме того, Нидерланды тоже высказали свое желание приехать или отправить какой-то контингент в Украину. Естественно, все они говорят не о том, чтобы воевать, не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы обучать, для того, чтобы показывать, как работать на той технике, которую они передают. Во всяком случае, это та видимая часть айсберга, на которой нам говорят. И действительно, это логично. Если какой-то новый танк, новое орудие какое-то, новое РСЗО приходит в Украину, то гораздо проще научить стрелять бойцов украинских сразу же, на месте, непосредственно. И от тех людей, которые уже стреляли из этой штуки, ездили на ней, управляли ей и так далее. Ведь это могут быть и более сложные механизмы, еще более сложные механизмы, как то радиолокационные станции или что-то подобное. Ну, допустим, к Патриоту комплектом идут... Патриот — это же не сами установки, которые стреляют. Патриот — это еще и радар. Патриот — это целый комплекс, это целая система, правда, механизмов, приборов, техники и тому подобное. И на всем этом нужно учиться работать. Так вот, это видимая часть айсберга. Эти люди будут учиться. Невидимая часть айсберга. Чего можно... До чего можно дойти? До чего можно догадаться? Давайте попробуем посмотреть немножко пошире. Ну, во-первых, действительно, люди, бойцы, контингент, который будет отправлен в Украину, если будет отправлен в Украину, если это не блеф со стороны стран НАТО или каких-то других стран. Ну, не только же с НАТО. Если это не блеф, то эти люди в первую очередь... Ну, то есть, это все подготовка к войне. Это все подготовка к обороне. Те же Нидерланды и те же Франции хотят научиться воевать против России до того, как она на них напала. Задолго до того, но в реальных боевых условиях. Как это можно сделать? Это можно сделать в Украине. Ведь чем раньше они приедут и будут учиться невосредственно в бою противостоять российской армии, тем быстрее они поймут, что с ней можно делать и как ее можно будет победить. То есть, даже если представить, что иностранный контингент в Украине будет в качестве операторов дронов или тех, кто учит этих операторов дронов, новых дронов, которых еще, может быть, не видели армии стран НАТО и те, которые еще не использовались в боевых условиях, и их нужно опробовать, да, это полигон. Украина действительно может быть полигоном для опробования таких видов оружия. И это нормально. Это дроны, это беспилотная техника. Допустим, как давно вы слышали об использовании беспилотных наземных устройств. И вот сейчас мы начинаем потихонечку видеть даже, как они работают и слышать о том, что они действительно работают и используются на поле боя. Кроме того, есть еще один очень важный момент во всей этой истории. Инициативу здесь проявляет в основном Франция. Правда? Ну вот, первым заявил о том, что хочет задействовать французские войска на территории Украины именно Эммануэль Макрон. Пусть это и обсуждалось на заседании стран НАТО, пусть это обсуждалось и обговаривалось представителями нескольких стран НАТО. Вот, допустим, министр обороны Канады тоже сегодня сказал о том, что страна не будет отправлять бойцов для участия в боевых действиях, но будет отправлять, может отправлять бойцов, если такое будет нужно для того, чтобы обучать или смотреть, или обучаться в том числе. Это говорил министр обороны Канады, который тоже присутствовал в Париже на обговаривании этой идеи Макрона. И, как я понял из ответа министра обороны Канады радио Торонто, то никто за эту идею не высказался позитивно, во всяком случае, на 100%. Но французский президент даже после обсуждения в Париже, даже после этого, он все равно продолжил настаивать на идее об отправке своего контингента в Украину. Зачем? Почему? Хочет сильно защитить Украину или хочет быстрее всех научиться побеждать Россию? Очень вряд ли, но есть одна версия, это только версия. Я попрошу вас написать в комментариях, может ли это быть не просто версией, и может ли это быть правдой, потому что это мое субъективное мнение. Это мое мнение, основанное на словах эксперта, которые я слышал, на том, что я читал, на том, что я могу себя гипотетически представить. Версия начинается вот с чего. В африканский континент, на котором произошло за последние несколько лет около десятка революций, некоторые из них в одних и тех же странах. И это нормально, казалось бы, революции, военные перевороты, если народ это действительно поддерживает, это нормально. Но большинство из этих революций происходило в тех государствах, которые фактически лежат в сфере ответственности именно Франции. И много свидетельств тому было, что революции эти устраиваются при поддержке или при, не знаю, при ободрении россиян. И революция в Нигере, которая произошла буквально несколько месяцев назад, может быть, полгода назад, чтобы точно не восстановить картину, она была очень болючей для Франции, потому что французским войскам пришлось выходить из региона, выходить из этой страны. Франция теряет литиевые источники, Франция теряет первенство и теряет позиции в ядерном топливе. И все это из-за того, что на африканском континенте происходят вот такие вот революции. Есть большая вероятность того, что Францию провоцировали к этому. Может быть, каким-то образом воздействуя на Макрона, может быть, каким-то образом пытаясь его подтолкнуть. В общем, может быть, в этом всем и есть какой-то героический момент, но, скорее всего, это все больше экономическая история. И месть ли это или попытка возобновить позиции, или попытка как-то надавить на Россию, что, мол, если вы не перестанете чудить в Африке и портить нам все в Африке, то мы тоже вступим в войну на стороне Украины. Может быть, это предвыборная борьба со стороны Макрона. Может быть, это попытка действительно повлиять на свои позиции электоральные. Потому что очень много все-таки проиграл именно Макрон в своих решениях. И его рейтинги показывают не самые лучшие результаты, если быть честным. В общем, будем за этим всем смотреть. И давайте пытаться все-таки объяснять все логически и объяснять все экономически, и они просто, если мы дружим с какой-то страной, значит, она автоматически молодец. Или если она пообещала нам помочь, то она автоматически молодец. Такого не бывает. И просто так свою армию никому, ни в какую страну не вводят. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мою страничку и на страничку 24-го. Это важно, это, правда, нужно для того, чтобы это видео больше людей смогли посмотреть. Ведь YouTube тогда понимает, что его можно показывать всем. И показывает всем. И берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok